Европарламент будет рекомендовать лидерам ЕС предоставить Украине статус кандидата. Европарламент будет рекомендовать главам государств и правительств ЕС предоставить Украине статус кандидата на вступление. Также ЕОП предложит закупить оружие Киеву для отражения российской агрессии. Об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на Укринформ. Во время пленарного заседания Европарламента в Страсбурге председатель Комитета по иностранным делам Дэвид Макалистер выступил с докладом и изложил 8 пунктов рекомендаций для участников саммита ЕС, который пройдет 23-24 июня. Мы рекомендуем предоставить Украине оружие и все оборудование, в соответствии с потребностями высказанными украинской властью, и предоставить стране статус страны кандидата как четкий политический сигнал солидарности с мужественным народом Украины, заявил он. Кроме того Макалистер рекомендует наладить механизм санкций против РФ. Предложение для Украины. Быстрая имплементация стратегического компаса ЕС. В частности в части развития оперативных возможностей сил быстрого развертывания ЕС, пересмотр и направление миссий и операций ЕС в рамках общей политики по безопасности и обороне. Их адаптация к новым геополитическим реалиям, в частности для предоставления надлежащей поддержки правительством Украины и Молдовы. Быстрое завершение работы над третьей совместной декларацией ЕС-НАТО. Генерация голоса выполнена с помощью Яндекс Спич Кит, согласования положений стратегического компаса ЕС и новой стратегической концепции НАТО для обеспечения их взаимного дополнения. Пересмотр европейской политики соседства с целью глубокой оценки влияния российской агрессивной войны против Украины на сотрудничество в рамках Восточного партнерства и усиления политики расширения ЕС, активное присоединение Европарламента к надлежащей имплементации общей внешней политики и политики безопасности КВП и общей политики по безопасности и обороне CDP, включая имплементацию стратегического компаса ЕС и Европейского фонда мира, обеспечение общей политики по безопасности и обороне ЕС надлежащими финансовыми ресурсами с целью повышения ее эффективности и надежности. Маккалистер отметил, что сегодня весь мир проходит через период нового геополитического самоопределения. Проблемы, возникшие в результате агрессивной войны России против Украины, далеко выходят за пределы трагической ситуации, которая разворачивается в регионе, поскольку перед вызовом предстала вся Европа, добавил он. Совместный доклад Комитета иностранных дел и Подкомитета по безопасности и обороне Европейского парламента будет вынесен на голосование во время пленарного заседания ЕОП в Страсбурге завтра, 8 июня, во второй половине дня. Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал предоставить статус кандидата на вступление в ЕС на саммите европейских лидеров в июне. При этом Киев рассчитывает на ускоренный процесс вступления, однако ряд европейских стран выступает против особых условий для Украины. Генерация голоса выполнена с помощью Яндекс Спич Кит, ранее стало известно, что Греция и Кипр выступают против ускоренного вступления Украины в ЕС, считая несправедливым предоставление статуса кандидата раньше, чем странам Западных Балкан, которые ждут его длительное время. Кроме того, генерация голоса выполнена с помощью Яндекс Спич Кит, несправедливым предоставление статуса для Украины называли и в Нидерландах. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины, читайте на канале РБК Украина в Телеграм. Субтитры создавал DimaTorzok